Они могли спецслужбы Запада изобразить из Навального заболевшего тяжело. Ведь можно ввести в кому самого здорового человека. Это же обычные снотворные в сильной дозе. Почему они скорее хотели в Германию? Они боялись, что Алёша очнётся и окажется здоровым. А он им нужен больным. То есть они его готовили давно. Ещё в Ельском университете, в каком году он был там на стажировке. И он был завербован там. Теперь они видят, что Алёша ничего не может сделать в России. Ни партию создать, ни где-то на выборах победить. Значит, нужно сделать знамя за границей. Поэтому вот 10-летний юбилей Алексея, его вербовка. И вот его делают больным искусственно. Ведь кома чем хорошо? Это можно несколько лет держать. А когда надо, он оживёт. Больной Алёша во главе оппозиции. Они же сказали, он руководитель русской оппозиции. Где этот мальчик был, когда я был кандидат в президенты? Ему тогда было 14 лет. В седьмой класс ходил. Алёша, я уже стал кандидатом в президенты России. Это кто руководитель оппозиции? Я 6 раз был кандидатом в президенты России. У него есть партия. У него есть победы, выборы, избиратели. У него ничего нет. У него есть досье в правоохранительных органах США и Европы. И за это получает хорошие деньги. Поэтому Навальный нужен, чтобы теперь лет 10 разыгрывать карту подавления оппозиции. Вот дайте возможность. Вот Навальный, там где-то его партия может быть. Пусть в выборах участвует. Но сам останется навсегда. В Берлине. Скорые помощи, спецслужбы, вся больница оцеплена. Даже этим они показывают спектакль. Поэтому это вот всё оскорбительно. И главное, человек никакой пользы не принёс. Он бомж, он бездельник, он дармоед, нахлебник. Понимаете, что он делал? Где его рабочее место? Где туда моя книжка? Шатается по стране и рассказывает всем всякие сплетни. У кого дача, у кого машина, у кого сколько там...